Приветствую всех, с вами Алексей Шреддер. Сегодня в прежнем ракурсе, около компьютера, на фоне занавески, неприхотливой обстановки, я записываю свой очередной теоретический ролик. Да, нужно иногда садиться в прежний ракурс и, так сказать, браться за старое. Разнообразие вводить в свой контент. Друзья, я, как обычно, люблю записать ролик на такие темы теоретические, которые, на мой взгляд, помогут людям не тратить свое драгоценное время, свои драгоценные усилия, годы жизни на какие-то бесполезные, пафосные вещи. Ну, мне хочется помочь. А вы уж смотрите сами. Если вы найдете в моих словах зерно истинное, с удовольствием их применяйте. Ну, не найдете, но это ваша жизнь. Можете тратить ее, как хотите. Так вот, я хочу сегодня поговорить о таких, на мой взгляд, почти бесполезных вещах, как мотивация и визуализация. Вы знаете, что эти вещи последние годы возводятся чуть ли не в ранг абсолютно. Как они важны. Как повсюду все благодарны за мотивацию. Кому-то кланяются ноги. Спасибо, мотивация, мотивация. Это так супер. Я сдвинулся с места и так далее. И визуализация. Это еще один бич современности. Повсюду визуализация. Повсюду эти коучи по бизнесу, по пикапу и по другим сферам жизни. И они учат, как стать богатым, как жениться на королеве или выйти замуж за короля и так далее. И во все свои эти технологии успеха они вплетают в визуализацию. Как важно визуализировать. Друзья, а я вам объясню, почему, на мой взгляд, визуализация это почти бесполезная вещь. И объясню также, почему мотивация почти бесполезная вещь. Вы можете верить, можете не верить. В общем, как хотите. Я начну с того, почему визуализация так хорошо продается в современном мире. Почему каждый так называемый коуч, все свои технологии эффективности пытается впихнуть в визуализацию. Друзья, визуализация это то, что может каждый. Это очень просто. Сидишь, мечтаешь, главное качественно мечтать, главное последовательно мечтать. Мечтаешь, мечтаешь, мечтаешь. Это как намечтаешь себе. И богатство, и полцарство, и царевну и так далее. И это хорошо продается, потому что это сказка про серого бычка. Сказки продавались хорошо, продаются хорошо. И будут продаваться хорошо. Также о визуализации любят говорить люди, которые добились реально успеха. Я, блин, на 99,9% уверен, что они добились успеха. Благодаря совершенно другим вещам, другим качествам, другим действиям. Многие из этих действий вообще могут быть противозаконны. Если не противозаконны, то они очень неприятны, о них лучше не говорить. Но они реально в успех сделали большой вклад. Но это будет плохо продаваться, друзья. А вот если мы скажем, если я скажу, что в моей жизни очень важное место имела визуализация, я визуализировал, многого добился, то моя автобиография будет продаваться гораздо лучше. И таким образом, пикап-системы, системы обогащения, личные автобиографии продаются намного лучше. Благодаря сказке про серого бычка. И в это очень хочется верить. Да, в это очень хочется верить. И самому мне в жизни много раз в это хотелось верить. Но к радости, здравый рассудок побеждает. Друзья, в этой жизни очень много людей, почти все люди с большими проблемами по части психологии, по части комплексов, по части психологических травм каких-то. Люди не могут познакомиться с тем, с кем хотят. Они не могут заработать деньги столько, сколько хотят. И так далее. Из-за своих многих проблем. И сказка предлагает всем в округе практически ничего там серьезного не пытаться поменять внутри себя, победить себя, как написано в восточной философии. Победить себя, победить вот это все дерьмо, которое в тебе. Чтобы стать настоящим. А когда ты настоящий, к тебе и успех сам придет. Нет. Вот технология. Вот так вот познакомиться. Ба-ба-бам. Вот так деньги заработать. Ба-ба-бам. По пунктам. Все просто. И визуализировать. Не забывай. Все будет супер. Сказка супер. Продается налево-направо. Поэтому визуализация так прекрасно продается. Теперь мотивация. Друзья, почему мотивация не работает? То есть она работает, но очень мало. Не так, как преподносят ее суперэффективной в прогрессе человека. В движении его к богатству или к хорошей физической форме и так далее. Здесь нужно понимать природу мотивации. Друзья, мотивация основана. На эмоциях. А эмоции это вещи краткосрочные. И человек, который чего-то хочет добиться на мотивации, он ничего не добьется. Он может сделать какой-то старт. Он за счет коротких рывков мотивации, но частых, может даже к чему-то прийти. Может добиться какого-то успеха. Но вот успех будет краткосрочный и все вернется на круги своя. Я надеюсь, вы, если взрослый человек, вы видели в жизни много таких людей, которые мечтали бог знает о чем. Они чуть ли не короли вселенной были в своих словах. И вы узнаете себя в этих моих словах. И я себя в этих словах узнаю. А потом, после этих всех мечтаний, накруток в голове, все проходило и входило в обычное русло. И вы понимали, что вы обычный человек, а не король вселенной. Вот так работает мотивация. Я не говорю, что мечтать плохо. Нет, мечтать не плохо. Нужно мечтать. Я не говорю, что там визуализация это очень плохо. Мотивация это бесполезная вещь. Нет, не совсем бесполезная. Но если вы не приняли решение, то ничего у вас в жизни касательно успеха благодаря мотивации или визуализации не будет. Друзья, мы сейчас поговорим о том, что такое принять решение. И нет такого, вы в книгах не найдете. Это мое личное. Я много книг прочитал, как бы, какими-то другими словами, где-то что-то вы найдете. Но я ничего не пересказываю. Это я вот сам к этому пришел. Что такое принятие решения, в отличие от мотивации? Как отличить эти вещи? Мотивация это эмоции. Эмоции, эмоции, 100 метров прямо прошел на эмоциях, не прошел. Пролетел. Первый поворот налево или направо, свернул, мотивация закончилась. Все, до свидания, приехали. Ваше движение вперед закончилось. А что такое принятие решения? Друзья, принятие решения это абсолютно безэмоциональная вещь. Эмоций в принятии решений нет. Если вы будете изучать психологию, вы изучите, что в каждом человеке есть так называемый «я родитель», «я взрослый» и «я ребенок». «Я ребенок» он всегда мечтает. Мечтать неплохо, я уже говорил. А «я взрослый» принимает решение. В общем, если «я взрослый» принимает решение, это значит, что по вот этому стремлению, по которому «я взрослый» принял решение, он будет идти каждый час, через час, через пять часов, через два дня, через неделю без эмоций. И этому человеку не нужны будут никакие мотивации. Он принял решение. И эмоции, я хочу, чтобы вы это запомнили, в этом решении ноль. Это строгий расчет. Как отличить принятие решения от каприза? «Я принял решение, я буду чемпионом». Друзья, это не есть принять решение. Так просто решения не принимаются. Это может быть та же визуализация, та же самая мечта, и вы просто себя обманули, что вы приняли решение. Чтобы принять решение, нужно потратить достаточно много времени на мыслительные скитания. Нужно поискать у себя в голове, что то самое, к чему у вас есть склонность достичь успеха, что вам нравится в этой жизни делать. Нужно, во-первых, не лениться. Когда вы ленитесь, ваш мозг откликается на всякую тупость, и вы не размышляете на эти важные вещи. То есть вы должны размышлять, размышлять. На это может уйти даже не год и не два года. Но могут уйти буквально месяцы, вы размышляете, размышляете. И еще одна важная вещь. Вы совершаете действия, поступки, которые, не важно, даже если там будут ошибки, вы должны совершать эти действия. И опыт совершения этих действий вам в последующем подсказывает, что есть ваше. И в конце концов принимается решение. Принимается решение, это не когда вы сказали, я буду чемпионом. Это его нужно почувствовать, это не слова. Вы внутри это почувствуете. Пришло решение, я буду врачом. И оно прям вами завладело на уровне не вдохновения, не эмоций. А вы просто поняли, что вы и есть этот человек в будущем. Вы приняли уже решение. И дальше вам эмоции не понадобятся. Так было, допустим, у меня в жизни. Было время, после того, как я отучился в высшем учебном заведении, а потом услужил в армии, я очень длительное время думал, что я буду великим поэтом. И не думал, а визуализировал настолько ярко и капитально. Я видел, что я там в Союзе писателей Беларуси, России, что я там крутой поэт, что все меня боготворят. Я там в русской премии, есть такая премия, участвовал. Я думал, что я там выиграю. Я был уверен, что я выиграю. Я просто видел себя уже крутым поэтом. Я потратил на это несколько лет. На эту дурацкую визуализацию. Не потому, что в книгах по ней прочитал. Это у меня на уровне автомата само по себе произошло. На уровне мечты. И я ничего, друзья, не добился. Но зато хорошо я помню момент, когда я в очередной раз из казино, из Бобруйска ехал, где я работал охранником. Как ко мне наконец пришло решение, что я буду тренером. Что я буду персональным фитнес-инструктором. Добьюсь многого и пойду дальше. Это решение, как бы я вот думал раньше уже эту вещь. Быть тренером, быть кем-то еще. Но тут ко мне пришло решение. И я понял, что это не мечта, не каприз. Что это решение, оно завладело моим мозгом. И я понял, что я уже не отверчусь. И я начал действовать. Прям поехал, купил новые кроссовки, сразу Бобруйс. Поехал, нашел шорты, три пары. Купил билет, сразу снял квартиру в Минске через интернет и так далее. Это было принятие решения. И поехало, пошло. Принимал решение ехать в Москву. Принимал решение открывать канал. Это все были решения. Не каприз. Если у вас появится каприз, открыть канал, почему-то примеру и косить бабки за монетизацию, рекламу и так далее. Вы ничего не добьетесь. Вы в скором времени закроетесь. Вот такие, друзья, вещи. Я думаю, что вы в этой жизни очень много видели людей. И вы точно среди них. И я среди них. Которые мечтали разбогатеть. Которые рассказывали, как скоро они разбогатеют. И показывали вам даже свои планы. И говорили, давай со мной и так далее. Я столько в жизни видел людей, которые вот-вот. Я сейчас накачаюсь. Я похудею через два месяца. Вот он делался за штангу. Сто человек мимо меня прошло в качалке сельской. Где я в доме культуры в подвале качался. Все готовы были накачаться. Ни один, кроме меня, ничего не добился. Все на уровне своих эмоций и мотивации. Просто... И испарялись. И так происходит в жизни, друзья. Поэтому я желаю вам принимать в этой жизни решение. Работать над собой. Совершать поступки. Не бояться делать ошибки. И исходя из определенного опыта. Обдумывать все, чем вы занимались в жизни. И решение придет к вам само по себе. Без всяких эмоций. И оно приведет вас к успеху. Все, друзья. Всем пока. Надеюсь, ролик был полезен.